возникает вопрос а если это достаточно молитва медитации зачем мы организуем вот эти группы вопрос такой что это же все сложно там большое количество людей мы идем куда-то нужно ну то есть одному дешевле вот так вот будет а вот если поехать одному да что-то там мы с ними как-то вот как сказать с книгой по ходе вот зачем это все делать как с группой вот организованно если можно сделать это одному ну это очень простой вопрос ответ на него может звучать так а зачем вы ходите в храм ведь можно же дома просто с книгой там или с четками там или взять караталы самому себе попеть ну то есть это тоже конечно все здорово это работает и может быть вы не потратите деньги там на какое-то там навязываю вам группой или организаторами гостиницу там или что-то еще но эффекта того не будет потому что группа это всегда проводники и качественные проводники вас не поведут знаете вот индивидуально вдруг вот вы такие вот такой важный вас кто-то знающий кто-то имеющий опыт до способны рассказать что-то способный кому-то вас привести с кем-то познакомить комик вдруг вас повел нет таких людей немного и естественно они объединяют вокруг себя группы основной момент прежде всего это проводники второй момент конечно же это то что когда вы находитесь в группе вы получаете гораздо больше блага в принципе от любой практики которую совершаете нежели когда вы находитесь наедине с самими собой например например что дает вот то что мы в группе это что ну что это конкретно какое благо группа дает помимо того что есть проводник который не будет индивидуально не свести вас но наше движение на наше движение это движение санкиртаны да это движение совместной практики совместного воспевания совместного слушания совместного совместного похождения куда-то да то есть это всегда многократно усиливает эффект и самскары то есть те внутренние впечатления которые вы имеете то есть я не за то чтобы вы всегда держались толпы да и шли за стадом как некоторые говорят иногда имеет смысл индивидуальный опыт какой-то получать но вы это легко можете обрести в рамках групповой поездки потому что никто вам не мешает там какие-то свободные дни которые специально для этого отводятся там дни или часы куда-то пойти где-то там уединиться где-то посидеть там одному там или с другом или с подругой и провести вот это приватное время в котором вы получите какой-то особенный опыт но с точки зрения такой генеральной линии конечно же всегда лучше оставаться в группе потому что вы гораздо больше получите эффекта от практики от воспевания еще раз повторю от слушания ключевые моменты и еще один момент это то что когда вы находитесь в группе вы находитесь под защитой вас защищают опять же проводники вас защищает группа вас защищает атмосфера вы там не впадете знаете в какое-то там неконструктивное что называется состояние ну такое бываете знаете вот приуныл вдруг как-то вот скучно стало и что вы будете делать если вы один там самим собой в святой дхаме будете там где-то в тем в темной комнате там сумрачные валяться там все это переживать нет а здесь предные вас подхватят вы просто даже не успеете заскучать если вы находитесь в группе вот такая ситуация она абсолютно ну практически нереально то есть и шанс минимален потому что вы постоянно находитесь в потоке вы постоянно находитесь вот в этом состоянии вовлеченности и радости от того что происходит защищенности легкости и прочих позитивных эмоций поэтому однозначно группа это единственное правильное решение особенно для тех кто едет первый раз